13.05 в Кирове на 101FM программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня сидит Михаил Шевелёв, секретарь Кировского регионального отделения партии «Гражданская платформа». Михаил, добрый день. Юлия, здравствуйте. Да, я хотела бы сначала проанонсировать, как можно с нами связаться. Во-первых, нас можно не только слышать, но и смотреть. На сайте eho.kirova.ru есть ссылка на онлайн-трансляцию. Присоединяйтесь. К нам можно писать в Твиттер, можно писать вопросы мне в Твиттер. Твиттер по ходу программы мы читаем и озвучиваем. Мы обязательно сегодня обсудим уход из партии «Гражданская платформа» Михаила Прохорова. Но все-таки начать я хочу с одного из самых громких событий в политической и экономической жизни Кирова. На минувшей неделе оправдали всех обвиняемых по делу Уржумского УСВЗ. Вот в полностью оправдательный вердикт верил мало кто. Но в этой студии высказывалось столько версий, что я все их даже, наверное, сейчас пересказывать не буду. Вот, Михаил, вы верили? Ну, знаете, мое состояние было вот так, со скрещенными пальцами. Потому что, судя по тому, как развивалось дело, судя по тому, собственно говоря, как оно освещалось в СМИ, судя по тем фактам, обстоятельствам, которые были, да, то есть, ну, практически все понимали, что это, ну, театр абсурда. Потому что, ну, мы сейчас тоже не будем вдаваться в детали, я думаю, что их уже много раз уже обсудили. Но, с другой стороны, вот на этой чаше весов, там, уверенность в невиновности и в том, что, ну, вот, должно быть праведливое решение. А с другой стороны, была, ну, такая же уверенность в системе. То есть, у нас система, по сути, не давала сбоев и, ну, работала как часы. На самом деле, когда был оправдательный приговор по делу нововязкового лыжиного комбината, вот тогда у меня появилась определенная такая надежда, да. Ну, кроме того, опять же, в плюс играло то, что большинство дел с точки зрения экономической составляющей, да, там, ну, Ганжева, Лузянин, они тоже были, по сути, с экономической точки зрения, ну, недоказаны. Вот, здесь, вот этот вот, скажем так, некий такой осторожный оптимизм, он, конечно, он присутствовал, но вот так, чтобы так вот взять полностью уверенно, зачитать и сказать о том, что вы невиновны, это, конечно, очень большой плюс, я думаю, для вообще всего настроения в обществе. Не только в предпринимательской, там, в экономической, в политической. Ну, то есть, есть правда, она существует, и суд действительно справедливое решение. Вот, вы знаете, Михаил, когда шло следствие по делу Румского СВЗ, Олега Березина тогда держали в изоляторе в Москве, очень многие эксперты говорили о том, что машина следствия уже работает, и остановиться, и дать обратный ход она не может. Если, допустим, Березина оправдают, это автоматически означает, что прокуратура, следствие, Следственный комитет ошибались, и вот это вот все было зря, а как бы государственная машина не может признаться в том, что была допущена какая-то ошибка, и вроде как это вот не комильфо, да, деньги потраченные, государственные все дела, а тут вдруг оправдательный приговор состоялся, и вот вы считаете это каким-то пятном на репутации следствия, прокуратуры, может быть, государства? Ну, мы с вами знаем, как принимаются решения у нас в стране, то есть и на самом деле, на мой взгляд, и следственные органы стали заложниками, заложниками, может быть, тех событий, которые происходили на территории Кировской области, когда у Никиты Юрьевича происходили там обыски в кабинетах, да, то есть вот эта вот цепочка событий, которую нужно рассматривать, она привела, в общем-то, к тому, что государство, ну, по идее оно не может ошибаться, да, но, в принципе, здесь есть работа людей, которые, собственно говоря, делали поставленную задачу, но также и адвокаты, и сторона, собственно говоря, защиты, она в состязательном поре, в общем-то, выиграла. И сказать о том, что у нас система плоха, я скажу, что, на мой взгляд, ну, в прошлый раз говорили про это, о том, что она может быть недостаточно, то ли экономически профессионально, то есть недостаточно экономических профессионалов на сегодняшний день в системе с тем, чтобы сложные экономические дела, связанные с законами, с экономическими законами, с вопросами оценки, с вопросами, там, эффективности использования, экономической эффективности, и вот этот вот недостаток компетенции, может быть, и сыграл некую такую, ну, злую шутку, что ли. А вот вам не кажется, Михаил, что экономические компетенции следствия и политическая воля, Это две большие разницы. Не считаете ли вы, что за те полтора года, пока шло следствие, уже стало никому не надо сажать Березина? Ну вот если по-русски говорить. Я считаю, что все-таки политическая составляющая здесь есть. То есть когда цели были достигнуты давлением на Олега Юрьевича, я не знаю, какие отмены ставились. И когда, ну вот на сегодняшний день, собственно говоря, предприниматель, который достаточно успешен, который создаёт достаточно много рабочих мест, который ведёт свои деятельности достаточно эффективно, он нужен экономике даже города. Нужен экономике области, он нужен экономике России. То есть может быть, исходя из этих вещей, собственно говоря, тоже, ну, скажем так, то решение, которое принято, оно принято. Я бы хотел обтургироваться от всего этого, да, то есть был состав, то есть у нас ведь есть, там, возбуждено дело, было, там, скажем так, подозрение, там, была уверенность, там, у прокуратуры, там, у всех. Вот. С другой стороны, был некий здравый экономический смысл, потому что, ну, собственно говоря, там, не будем опять же это обсуждать, но так не бывает, так не должно быть. И какова бы воля государства или, там, политические, там, заказы не были, то есть с точки зрения здравого смысла экономики, ну, решение принято, на мой взгляд, правильное. И я ещё раз говорю, то, что для общества, для вот этого такой позитивных сигналов, он сегодня очень нужен. А вот Вы сказали, что цели давления на Олега Березина были достигнуты. Всё-таки достигнуты. Ну. Может быть, наоборот, не достигнуты? Нет? Я, честно говоря, не хотел бы, там, вкатываться в область догадок, да, но если анализировать всю ситуацию, там, связанную с, там, предвыборным, может быть, состоянием дел в области, да, то есть у нас ведь выборы губернаторские были, с теми, может быть, моментами, которые на то время, там, формировались, в том числе, вернее, там, может быть, ритейлов, кировка области и так далее. Ситуация привела к тому, что дело было возбуждено, там, были взяты люди под стражу. Соответственно, была задача какая-то. Если бы она на сегодняшний день была актуальна, я думаю, что в государстве нашлось бы достаточно механизмов, и мы видели неоднократно, да, чтобы, ну, может быть, не это дело, там, другого какого-нибудь нашлось бы, собственно говоря, чтобы, ну, государство, собственно, продемонстрировало, что так нужно поступать, так нельзя поступать. То есть, либо цель была достигнута, либо она уже не актуальна. Да, согласен. Хорошо, вот Михаил, смотрите, следствие полтора года длилось, безусловно, пострадали деньги, здоровье, нервы. Как Вы считаете, насколько сильный репутационный урон понес лично Олег Березин? Или, может быть, наоборот, не урон? Я думаю, что тут не урон. На мой взгляд, на сегодняшний день, ну, я повторюсь, все, что не убивают, делают человека сильнее. И на сегодняшний день то, что он вышел победителем из достаточно непростой ситуации, причем безусловным победителем, оно, конечно же, с точки зрения репутации только дает, ну, преимущество. Я допускаю, что за время его отсутствия там существовали какие-то управленческие, возможно, там, моменты, минусы, связанные с работой бизнеса, например, там, с политическими интересами. Но то, что случилось, оно может помочь достаточно быстро все восстановить. Вы все-таки считаете дело у Ржумского СВЗ больше политическим или больше экономическим? Я считаю, что больше политическим. Хорошо. Вот, Михаил, еще я хочу с вами поговорить немного о политике. И сейчас о партии Гражданская платформа, региональное отделение, которое вы возглавляете в Кировской области. Вот 13 марта в Москве прошло экстренное заседание Федерального гражданского комитета партии Гражданская платформа, на котором вы, собственно, были. И последовали новости, что основатель партии Михаил Прохоров из партии выходит в связи с тем, что в партии раскол относительно мнения по Крыму. Вот скажите мне, пожалуйста, как вообще такое возможно, да, раскол в партии и из-за этого уход ее основателя? Мы же все привыкли, что как считает первое лицо, так и есть. Ну, на самом деле, я думаю, что здесь слово раскол, оно такое, не совсем что ли правильно. Потому что если брать линию членов партии, то есть членов, я повторяю, ни сторонников, ни людей, которые входят в гражданский комитет, например, да, потому что там те, кто вышел из гражданского комитета, они не были членами партии, то как раз большинство партий настаивало и поддерживало точку зрения, и были достаточно серьезные внутрипартийные дискуссии. Они были очень неоднозначные, они, скажем так, сложные очень, но при этом очень уважительные. И каждая точка зрения очень серьезно анализировалась и формулировался тот документ, согласно которому большинство партий поддержало воссоединение с Крымом. Большинство партий сказало о том, что есть у России интересы, которые она должна отстаивать и защищать, и на юго-востоке Украины в том числе. При этом отдельные люди, ну, мы не будем сейчас про них говорить, да, но они продолжали, собственно говоря, не доносить точку зрения большинства, а руководствовать личными интересами, возможно, там, личным мнением, демонстрировали свою приверженность другой теории. При том, что, по нашему мнению, была такая позиция, что мы уважаем и ту, и другую точку зрения, при этом, учитывая, что мы партия электронатива, и идем по пути здравого смысла. То есть нужно работать, нужно, собственно говоря, создавать проекты, раз Крым наш, то, соответственно, нужно там организовывать наше региональное отделение, нужно помогать нашим предпринимателям работать в Крыму. И вот это вот мнение, оно почему-то, ну, в течение года, во-первых, там, никаким образом, там, просто перестали работать в Федеральном гражданском комитете. А потом, найдя одну из причин, как бы, на мой взгляд, там, множестве действий, которые было совершено Федеральным политическим комитетом, нашим руководством, там, членами партии, превратилось это в некоторое шоу, целью которой было показать о том, что я не согласен, я ухожу. То есть, по большому счету, несогласие и уход, вот как вы говорите, да, то есть основал, то есть, говорить только об одном, то, что пропало желание работать. И, на самом деле, вот, по отношению к большинству региональных отделений, ну, вот, конференция, которая состоялась, было сказано о том, что, ну, во-первых, мы создавали партию, то есть, на учредительном собрании мы все присутствовали, мы идеологически участвовали в тех, ну, в разработке наших идей, даже в, там, выборе названия нашей партии. И вот так вот сделать о том, что, всё, я ухожу, и вы закройте свою партию, это неправильно. И это вообще, в принципе, было абсолютно неподдержано. На сегодняшний день очень, ну, практически все региональные отделения, там, до исключения, может быть, трёх-четырёх, они остались, они работают. У нас формированы несколько фракций в законодательных, в законодательных собраниях, ну, скажем так, в нескольких субъектах федерации, что даёт нам право участвовать в выборах в Государственной Думе в 16-м году без сбора подписей. При этом наработано очень, ну, скажем, три года работы, они пришли бесследно, и взять их вот так вот, перечеркнуть и уйти, при том, что идеи остались, идеи правой партии о том, что мы поддерживаем людей, которые зарабатывают деньги, которые знают, что это очень непросто, которые знают, как непросто там создать бизнес, создать рабочие места, выжить в этих непростых условиях. Вот так вот всё просто перечеркнуть, ну, это, я сразу был уверен в том, что этого не случится. И на самом деле вот на конференции, которые мы прошли, и резолюции, по которой приняли, да, оно уже ставит всё на свои места. Да, у нас, по сути, есть некоторое такое единое мнение, которое мы выработали, и можем с любым избирателем про него говорить. То есть мы очень чётко, на мой взгляд, поступили, и на будущее вообще вопросов нет никаких. То есть сейчас будет съезд, мы выберем новые руководящие органы, в которых больше будут представлены региональные органы, то есть регионы. Я бы сказал, что, по сути, партия превращается в первую такую партию, где, может быть, нет явного лидера, но которая сильна регионами. Это, на мой взгляд, крайне важно и крайне востребовано именно сегодня, когда вопросы местного самоуправления, вопросы решения задач местного уровня, они выходят на первый план. А вы не считаете, что вот то, что себя основатель партии так повёл, ляжет пятном на репутацию партии? А как он? Каким пятном? Ну, Михаил Прохоров фигура достаточно неоднозначная, на самом деле. И ему вроде как было оказано доверие, а сейчас? Ну, на самом деле, наверное, неправильно, когда партия идёт за одним человеком. У нас есть партии, которые идут за одним человеком. То есть есть там КПРФ, есть ЛДПР, да. Я, честно говоря, с ужасом представляю то, что не будет, ну не с ужасом, но, собственно говоря, не будет Жириновского во главе партии. Что из себя будет представлять ЛДПР? Вот вопрос. То есть, на мой взгляд, трительство на одно лицо, оно изначально, ну так скажем, дефектно. А с точки зрения наших идей, наших мыслей, наших, скажем так, подходов, ну вообще, в принципе, у нас есть моменты, которые, собственно говоря, антиолигархические. То есть, и вот в данном случае уход одного из членов партии, даже с громким именем, он не должен привести к подмене тех смыслов, идеологии, понятий, ну, которые, собственно говоря, сегодня нужны нашему избирателю. То есть получается так, что уход в Прохорово это практически благо для партии? Ну, получается так. То есть, по большому счету, на конференции неоднократно звучало то, что, да, есть сожаления, потому что многих людей лично очень серьезно уважаемые и не авторитетные, но с точки зрения партии, партийного строительства, уход Прохорова достаточно большой плюс для дальнейшего строительства и развития партии. Вот, Миш, Лен Тару пишет о том, что имело место предложение руководителей ряда реготделений изгнать из рядов партии Андрея Макаревича. Я, честно говоря, разговаривал с этими руководителями региональных отделений. Формулировка была достаточно жесткая, но при этом она подразумевала некую рекомендацию гражданскому комитету. То, что кто-то не определился в наших верхах, да, кстати, вот, наверное, самый большой минус, то, что Михаил Дмитриевич до сих пор не сказал, как он относится к Крыму. То есть, представляете, да, лидер, основатель партии по самому важному политическому вопросу до сих пор не формировал свое мнение, уже год прошел. И, на мой взгляд, вот это вот торможение, оно привело к тому, что в регионах, ну, произошел некий такой бунт регионов. Кировская область высказывалась за изгнание Макаревича? Нет, мы не высказывали такие идеи. Хорошо, вот, что дальше будет с партией? И вопрос изгнания я закончу, потому что он был такого рода, собственно говоря, опять же, проявление некоторой партийной дисциплины. То есть, у нас кто для кого? Партия для, собственно говоря, гражданского комитета или гражданский комитет для партии? То есть, гражданский комитет – это комитет сторонников, комитет лиц, которые, ну, как эксперты могут поддерживать партийное строительство. Вот, а получалось наоборот. И поэтому, ну, вот, такое, может быть, два такие жесткие вопроса, они привели вот к такому решению. Ну, на мой взгляд, это абсолютно нормально. Это было вполне достойно, уважительно, это не было там драк каких-то там, еще там каких-то, да, но было четкое высказывание позиций, и это то, к чему мы стремимся – к культуре. Вот вопрос вам, Михаил, от Романа Орловских, он пишет мне в Твиттер. Самая главная цель вашей партии в чем? Буквально вот в одном предложении сформулируйте. Мы выступали за единое экономическое пространство, за, ну, собственно говоря, за то, чтобы можно было безопасно по экономическим законам с соблюдением прав и гарантий торговать на всем пространстве, собственно говоря, там, от Лиссабона до Камчатки. Так, давайте еще раз одним предложением. За единое экономическое пространство где? За поддержку от, ну, в единую евразийское экономическое пространство. Хорошо, поняла, Роман, я надеюсь, мы тебе ответили. Может быть сложно, да, но есть еще момент. Мы за то, чтобы гарантии и права предпринимателей, людей думающих, людей работающих, они соблюдались. То есть мы в данном случае люди, которые понимают, что есть собственность, что есть закон, что есть экономические законы, и есть, собственно говоря, через эти механизмы мы можем строить достаточно хорошо наше светлое будущее и будущее наших детей. Дальше, Миша, что будет с партией? Будет работа, то есть будет подготовка к выборам 2016 года. Я знаю, что у вас скоро новый съезд. Да, 17 числа у нас стоит. Вы выбираете что, нового лидера или утверждаете в должности кого-то? Что будет? Примем несколько решений, в том числе решение будет о увеличении представительства регионов в высших партийных руководящих органах. Второе решение будет связано с нашей программой. Мы не будем менять серьезно наш устав, но мы будем стремиться расширять количество регионов, в которых партия представлена, а также наше членство. При этом мы не будем гнаться за увеличением колоссального членства, потому что для нас важен каждый человек. И лучше пусть у нас будет тысяча или две тысячи, нежели у нас будет 30 тысяч, при этом не работающих большинство подавляющих. Вот, Амиш, скажите, пожалуйста, вы в принципе в Кировской области чувствуете поддержку вашей партии? Я чувствую. Потому что у меня есть ощущение, что многие просто о вас даже не знают. Ну, есть такое ощущение на самом деле. Но мы, честно говоря, я ощущаю поддержку, во-первых, своих друзей, людей, с которыми мы делаем различные проекты, да. Также поддержку конкретных предпринимателей, с которыми я работаю, помогаю. Ну, получается, это все люди, которые лично вас знают, которых лично вы знаете, что-то для них делаете. Скорее, наверное, больше все-таки общественной деятельностью занимают, то есть общественно-профессиональной деятельностью, она нам ближе. При этом политические задачи и цели мы на сегодняшний день, ну, скажем так, к ним не то, что присматриваемся, да, но это деятельность для нас в большей степени перспектива. Миша, вот смотрите, вы сказали, что общественная деятельность, помощь предпринимателям и так далее. А как же политика? Как вы на выборы-то пойдете? Потому что на выборах все-таки за вас должны голосовать широкие слои населения. Эти 10 предпринимателей или 20, или 30, или 50, даже если они придут и проголосуют за вас, то вам не хватит этих голосов? Ну, на самом деле, мы ведь рассчитываем не на 100-процентное покрытие, собственно, да, то есть у нас есть свой избиратель, там, по нашим оценкам оставляет около 20%. Как мы пойдем? Вот если честно, да, я лично побывал во всех районах Кировской области не по разу. Я побывал, может быть, в 60-х, может быть, меньше, там, может, ну, вру, там, да, может, в трехтах населенных пунктах Кировской области. При этом побывал, на мой взгляд, достаточно эффективно, что ли, да, то есть после наших приездов, там, собственно говоря, появились различные объекты инфраструктуры. То есть нашей, моей личной задачей за последние 5 лет была работа и с муниципалитетами, и с активными людьми, там, на местном уровне, и, собственно говоря, с предпринимателями. Если люди мне поверят, донести до них в период предвыборной кампании о том, что я могу, что я хочу, что я делаю, я думаю, проблемы не составят. Так, хорошо, ладно, я предлагаю закончить сейчас с этой темой, тем более до рекламы у нас осталось буквально чуть-чуть, а мы можем прямо сейчас на рекламу идти? Можем, кивает нам звукорежиссер. Давайте мы сейчас прервемся на рекламу. Я напомню, что особое мнение сегодня высказывает Михаил Шевелев, секретарь Кировского отделения политической партии «Гражданская платформа». Сейчас мы уходим на рекламу и очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в студию, меня все так же зовут Юлия Афанасьева, и напротив меня все так же сидит Михаил Шевелев. Господи, Миша, я постоянно забываю твою длинную должность. Секретарь регионального отделения партии «Гражданская платформа» в Кировской области, предприниматель, аудитор, экономический журналист, и мы продолжаем, собственно, про экономику хочу продолжить. Вот Минэкономразвитие разрабатывает законопроект, в котором предлагает расширить перечень составов экономических преступлений, по которым обвиняемого могут освободить от уголовной ответственности при условии компенсации ущерба государству. Вот как вы такую инициативу оцениваете? Вообще, любые, скажем так, действия, направленные на то, чтобы появилась большая свобода для предпринимателей в Российской Федерации, я оцениваю положительно. И, на мой взгляд, вот такие вот веяния, я сейчас перейду к этому закону, но веяния, связанные с тем, что будут создаваться условия для того, чтобы не только наши российские предприниматели, но и зарубежные партнеры стремились вести дела в Россию, сейчас будут делаться. У нас другого пути просто-напросто нет. То есть нам необходимо создавать такие условия, чтобы здесь было просто работать. У нас есть земля, у нас есть энергоресурсы, у нас есть природное богатство, да, собственно говоря. Поэтому вот этот закон, он населен на одну простую вещь. Если ты что-либо не доплатил государству в рамках своей предпринимательской деятельности, то мы тебя сразу не посадим, то ты будешь иметь возможность заплатить деньгами, то есть выкупить, что ли, свой грех. Единственный момент, то что когда сама идея, она, в общем-то, может быть правильная, за все нужно платить. В сфере экономических преступлений ты должен платить к лихвой. Но, опять же, когда закон сейчас, насколько я знаю, проект этот прорабатывается, говорится о том, что нужно установить штрафы в размере 10-15 размеров того ущерба, который ты найдешь, собственно говоря, государству. Я думаю, что при той совокупности, опять же, при той системе, которая сегодня сложилась в сфере экономических преступлений, а там порядка 90% принимают обвинительный приговор, но при этом реально в тюрьме оказывается, может быть, пару десятков процентов, то этот закон, скорее всего, работы в таком виде не будет. Потому что у людей просто-напросто не будет тех ресурсов и денег, чтобы заплатить за свою свободу. Они будут стремиться, может быть, получить уголовный, условный срок, но платить за это, собственно говоря, не заплатят. Потому что просто не смогут. Ну, то есть, принес ты ущерб миллион, да? То есть, когда тебе говорят о том, что хорошо, ты там ущерб возмести миллион, плюс еще 10 миллионов заплати, и если ты в первый раз, опять же, попался, то я думаю, что многие просто не смогут таких денег найти, чтобы заплатить. Поэтому, вот, если снизит порог, там, 3-5, может быть, там, в трехкратном, в пятикратном размере, то тогда он будет работать и, на мой взгляд, действительно приведет к увеличению бюджета. Опять же, как будет выстроена наша государственная машина, связанная с доказательной базой, да, то есть, с экономистами в сфере, там, преступлений. То есть, на сегодняшний день уже, там, механизм подготовлен, то есть, у нас можно... То есть, как показывает практика, дешевле нанять хорошего юриста? Ну, конечно, конечно, конечно. Вот, вы знаете, комментарии пишут нам в Твиттер. Выгоднее украсть 10 миллионов, отсидеть 5 лет, чем 20 лет выплачивать проценты. Эта психология будет работать, если будут вот такие большие штрафы. И, действительно, юристы тоже берут, там, примерно, ну, 30% от суммы тех ущербов, которые, собственно, могут принести предпринимателю. Михаил, вы сказали, что поддерживаете любые инициативы, которые дают предпринимателям больше свободы. Вот, вы считаете, что конкретно эта инициатива направлена реально на то, чтобы дать это предпринимателям? Может быть, она направлена на пополнение госбюджета вообще? Ну, а чем это противоречит друг другу? То есть, вы считаете, что одно другому не мешает? Конечно, то есть, для бюджета, вот, очень многие представители госорганов на сегодняшний день недовольны тем, что у них нет механизмов какого-то предупреждения. Понимаете? То есть, нет механизмов профилактики. Ну, нарушил, бывает по незнанию, да? А у нас такие бывают жестокие законы, что ты нарушил, и тебя, ну, тут же штрафовали, тут же, может быть, посадили. И, ну, это не совсем правильно. С другой стороны, ты нарушил, ты, собственно говоря, имеешь возможность заплатить, вот, рублем действительно наказывать, на мой взгляд, ну, бывает достаточно правильнее и эффектнее, и эффективнее именно с точки зрения предупреждения следующих нарушений и вообще формирования, опять же, некого там климата предпринимательского. То есть, ты зарабатываешь деньги, ты должен знать, что ты рискуешь, там, ну, рискуешь тем, что если ты делаешь это недобросовестно, некачественно, то весь твой заработок может, собственно говоря, уйти бы никуда. А вам не кажется, вот вообще порочная такая логика, нарушил закон, можешь откупиться? Логика, ну, если закон будет неотвратимым, ну, ведь, согласитесь, не за все преступления нужно сожжать в тюрьму. Конечно, разумеется. Вот, соответственно, вопрос о некое соизмерение наказания за те или иные преступления. В данном случае мы речь ведем о, там, я, вот, за умышленное, например, уклонение от уплаты налогов, я считаю, сколько бы ты ни заплатил, там, да, независимо от суммы, ты должен, ну, собственно, должен быть реальный срок. Вот как было в Америке в свое время. То есть, когда, собственно говоря, там, каленым... А почему вы уклонение от уплаты налогов считаете, вот, преступлением, за которое действительно надо сажать? Ну, потому что это подрывает основу государственной безопасности. Потому что, когда у людей формируется менталитет, что я могу не платить, то он, собственно говоря, причем сознательно не платить, там, ну, причем, там, не обманывать кого-то, там, друг друга, там, там, мошенничать, там, схемы придумывать, там, какие-то. А вот именно, там, взял, там, не задекларировал, там, ну, достаточно серьезную сумму, чтобы просто меня, там, не видели, не слышали, не знали. Вот, это очень серьезное, на мой взгляд, правонарушение. И его ставить, там, вряд, то... И его очень сложно отследить. Ведь еще есть механизм, как бы, неотвратности наказания. И если таким способом будут пользоваться, ну, в силу дешевизны, собственно, там, бесплатного проезда, там, очень большое количество людей, ну, предпринимателей, может быть, там, то никаких органов не хватит для того, чтобы отследить и, там, ну, наказать, там, собственно говоря, всех. То есть, должна быть некая соизмеримость, там, вопросов о преступлении и наказании. Вот и все. Поэтому то, что здесь делается, на мой взгляд, это приводится просто-напросто к некоторому знаменателю, когда действительно не хватает, может быть, там, знаний, профессионализма, там, заказывания дел. Или очень много условных сроков, там, да, или же наоборот, когда человек, там, да, небольшую сумму, там, сел в тюрьму, а, собственно, весь бизнес стал, все развалилось, собственно, да, и бюджет-то понес еще больше убытки, по большому счету. Вот, Миш, есть инициатива сенатора Олега Казаковцева о том, что нужно увеличить штрафы за незаконное предпринимательство от 30 до 50 тысяч рублей. Вы согласны с этим? А что такое незаконное предпринимательство? Ну, это предпринимательство без официального оформления. Да, но мы к незаконному предпринимательству вполне можем, например, подвести желание улучшить жилищные условия, когда человек купил квартиру, продал квартиру, купил квартиру, продал квартиру, там, да, то есть заработал какие-то деньги на этом, ну, и, собственно говоря, купил себе лучшее жилье. Ну, то есть сделал так, там, 2-3 раза, он занимался незаконной предпринимательской деятельностью, он ведь совершил сделки, там, систематично, несколько раз. Ну, я всё-таки, Миша, спрашиваю больше о деятельности предпринимательской без регистрации, без официального оформления, без ИП, без кассы. И тут как раз вопрос-то в том, что, если человек сознательно, там, создал завод и, там, производит продукцию, нигде не зарегистрировался, торгует... Ну, не завод, автосервис в гараже. Ну, пусть так. Вот в тоши рядом. Ну, пусть так, да. И если он это сделал, то, на мой взгляд, говорить о фиксированной доплате тоже нельзя. Ну, условно говоря, что такое 30 тысяч, если человек создал бизнес, который принес ему, там, 100 тысяч в месяц. То есть, он, ну, проработает полтора года, потом 30 тысяч заплатит, продолжит заниматься. Ну, и, опять же, вопрос ещё, доказать это, ну, достаточно сложно. С другой стороны, и человек-то ведь идёт в такие рамки, и не всегда, а от хорошей жизни, может быть. Очень часто это связано, например, с жителями села, когда они, там, держат корову, дают молоко. Предпринимательская деятельность? Ну, где-то рядом, да. Где-то, да, где-то рядом, собственно говоря. И вот за это тоже могут начать старфайс 30 тысяч. Для них это может быть достаточно серьёзно. То есть, вы считаете, что лучший процент… Нужно создавать условия, нужно создавать условия для того, чтобы невыгодно было заниматься, там, незаконно предпринимательской деятельностью. Это вот какие такие условия? Ну, облегчить регистрацию. То есть, продавать более лёгкие патенты для того, чтобы занимать. Ну, купил ты, там, за тысячу патент, например, там, на тот же, там, сервис, там, или ещё чего-то. И ты не думаешь о том, как ты, там, деньги получаешь, как ты, там, чего работаешь. Вот есть место, есть патент, ты работаешь, ты знаешь, что у тебя всё заплачено. Я вас уверяю, если создать такой прозрачный механизм, то многие просто пойдут, купят и будут работать. Это для них инвестиции. Такая же, как станок, такая же, как подъёмник, такая же, как гараж. И вот к таким, ведь такой момент у нас был до определённого времени, вот, когда появилась сменёнка, ну, единого сменёнка такой. Ведь очень многие обрадовались, особенно в торговле. Они обрадовались, потому что… Так удобнее гораздо. Очень удобно. Ты раз заплатил, ты, собственно говоря, знаешь, что у тебя всё заплачено, тебе от чего бы не пришло, ты уж там про другие вопросы думаешь. Ты думаешь, как зарабатывать. А у нас, например, там, бабах, там, взяли, убрали какой-нибудь, там, вид деятельности, изменёнки. И ты уже думаешь, ага, тебе нужно перейти, там, на систему, там, упрощённую, например, там, да, по упрощённой системе ты уже думаешь о том, а как это, там, тебе вести, там, бухучёт вести, там, как платить, там, как сотрудников принимать, там, на работу, там, и так далее, и так далее. Вопросов возникает очень много. Поэтому вот такой более гибкий механизм по отношению вот к этим может быть. Ведь незаконное предпринимательство очень часто – это вот личные люди, которые зарабатывают личные деньги в личном подсобном хозяйстве. Вот, и с другой стороны, у нас к этому ещё нет одного маленького шишка, на мой взгляд. Это то, что люди должны начать сами налоги заплатить. Всё-таки не через механизм агентских сборов, а через механизм прямых платежей. Ты получил всю зарплату, ты сходил и заплатил. Пошёл, заплатил МДФР. Вот. Очень много изменится. Но я боюсь, что наши власти так и не дорастут до этого уровня. Мне кажется, изменится в основном в уровне восприятия людьми то, что для них должно сделать государство. Я, и это изменится, и количество посещающих публичное слушание станет больше. То есть, не сразу может быть, да, но люди начнут понимать, собственно говоря. Сегодня ведь очень популярен в народе, особенно когда я на сходах бываю, да, популярно. Я заплатил за машину транспортный налог вот столько. Где мои дороги? Где мои дороги. И вот, как бы, вот этот механизм, он там очень чётко работает. Ещё люди, которые там математикой влады, там, в ладах, там, да, они чётко понимают, там, в нашей области, там, несколько миллионов автомобилей. С каждого заплачено, там, по, там, условно говоря, там, несколько тысяч рублей. Там, перемножили, получили. Этих денег должно хватить, собственно говоря, на то, чтобы у нас дороги были нормальные. Вот, как бы, очень такие простые вопросы-то. И власть, когда такие простые вопросы задаются, они волей-неволей вынуждены реагировать. То есть, когда, или ещё, там, не дай бог, что-то случается, у нас тоже реагируют, там, непропорционально, я бы сказал. Ну, реагируют. Я вот, кстати, хочу сказать, что профильный комитет Государственной Думы и предложение сенатора Олега Казаковцева не поддержал. Ну, вот, может быть, руководствовались такой логикой, которую я озвучил. Михаил, нам, к сожалению, надо завершать эфир, потому что время у нас кончилось. Я напомню, что это было особое мнение Михаила Шевелёва, экономиста, предпринимателя, секретаря Кировского регионального отделения партии «Гражданская платформа». Я благодарю вас за эфир, спасибо большое. Спасибо, Илья. Эфир для вас вела Юлия Афанасьева. Всего доброго и до свидания. До свидания.